Новые сюрпризы небесной канцелярии. В минувшие выходные на территории региона прошли сильные снегопады, а ветер достигал скорости 20 метров в секунду. В Мотовелихе у дворца с портом молот резкий порыв даже снес остановочный комплекс. В результате падения конструкции никто не пострадал. А на севере при Каме серьезно ухудшилась дорожная обстановка. В таких не самых благоприятных погодных условиях сломался автобус, следовавший из Губахи в часовой. В соцсетях появилось видео, на нем запечатлены пассажиры, которые толкают автобус в гору. Отметим, что продолжить путь он затем не смог, и многие пешком шли полтора километра. Кроме того, на прикамских трассах, заметенных снегом, произошел ряд ДТП, в том числе с участием большегрузов. Как снег на голову. Коммунальщик, чистивший крышу в одном из домов в Кировском районе, провалился с чердака в квартиру. Обрушились ветхие доски потолочного перекрытия. Пострадал ли рабочий, как это все могло произойти, и что сейчас ждет жильцов аварийного дома, узнавал Евгений Гуляев. Сегодня он здесь отпал потолок, завтра он в другом месте упадет. Так они там прыгают, у меня около комнаты, я лежу, они ходят там просто ба-бам. Жильцы дома по адресу Юнг при Каме-29 снимают на мобильное устройство последствия падения работника коммунальных служб прямо в ванную одной из квартир на втором этаже. В это время хозяин помещения Артур находился в соседней комнате. Сидел, смотрел телевизор, грохот, пыль, непонятка. Открыл я, и там мужик стоит испуганный, с лопатой. Говорит, я тут крышу у вас чищу. Пыльный и грязный мужчина с лопатой в руках и без единой царапины оттряхнулся, извинился и вышел. Позже в квартиру постучали рабочие. Они пришли, чтобы убрать последствия неожиданного визита. Попробовали решить проблему и с огромной дырой в потолке. Сейчас мы находимся на чердаке этого дома. По понятным причинам находиться здесь опасно, но мы пытаемся соблюдать меры предосторожности. А вот то самое место, где и провалился рабочий, сейчас между шиферной крышей и ванной комнатой всего лишь два этих тонких фанерных листа и больше ничего. Дому более 70 лет. В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу. Каждую зиму, когда коммунальщики начинают чистить кровлю, в квартирах дома неспокойно. Когда там ходили, там всегда было страшно, то есть треск. Всегда было страшно, что кто-то может упасть в дом старый. Пообещали, что сегодня будет решаться вопрос. Там придет инженер, расписались, потому что не имеем права пользоваться туалетом этим. То есть опасно это. Дом находится на балансе управляющей компании дома управления. Правда, там дать официальный комментарий перед объективом. Видеокамеры нам отказались. Можно камеру убрать? Конечно. Без камеры ВУКа пояснили, что рабочий жив, здоров. Чистка крыши была плановая уже не первая за прошедший сезон. Что касается потолочного перекрытия, то его восстановят до 5 апреля. Вопросы, связанные с состоянием дома в целом, его дальнейшей судьбой, мы адресовали в администрацию города. Расселение этого дома планируется после 2020 года. В связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу, администрация города Перми может предоставить жилое помещение маневренного жилищного фонда на период до расселения данного дома. Для решения данного вопроса необходимо подтвердить право на получение маневренного фонда. В общем, жители дома на Юнг Прикаме-29 немного обнадежили, но теперь обеспокоились обитатели соседних зданий. Рядом еще несколько таких же ветшающих двухэтажек. Жильцы боятся, что и к ним с чердаков может кто-нибудь неожиданно пожаловать. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей. Призвание брать чужое в Перми пошли под суд домушники. Двое жителей краевой столицы раз за разом обчищали чужие квартиры. Криминальный тандем взяли с поличной в конце прошлого года. Тогда они обчистили одну из квартир в Свердловском районе. Подробнее об этой истории расскажет Елена Иговцева. И вот здесь лежали, вот в этой коробочке. Знатные мастера отличить дорогие ювелирные изделия от простой бижутерии. Но свои навыки оба использовали отнюдь не в магазине драгоценностей и не в ломбарде. Ударились в воровской промысел. Поймали их после незаконного посещения одной из квартир на улице Клары Цеткин. Из нее злоумышленники унесли украшений на общую сумму порядка 20 тысяч рублей. При себе незваные гости имели универсальные ключи от домофонов, наборы отмычек. В общем, сообщников задержали с поличным, но они упорно отрицали свою вину. Вы мне подкидываете что-то? Как мне спорить? Так вот этого не должно у меня ничего быть. Передвигались по городу на личном авто. Выбирали жилища тех пермяков, что по обеспечению. Работали преимущественно днем. Предпочтение отдавали квартирам, в дверях которых были установлены определенного рода замки. С ними домушники справлялись ловко и быстро. В суде удалось доказать причастность криминального дуэта к пяти преступлениям. Каста квартирных воров, она отличается тем, что это достаточно закрытые люди. В нее входит определенный круг лиц, которых мало кто знает. Они малообщительны. О своем роде деятельности известно лишь единиц. Соответственно, сотрудничать с следствием они отказываются. Уход в несознанку – стандартная модель поведения квартирных воров. По словам оперативников, домушники ловко умеют маскироваться под простых законопослушных людей. Поэтому идеальный вариант – поймать таких деятелей с поличным. Известно, что ранее оба отбывали наказание за аналогичные преступления. Один из них освободился из-за решетки около четырех лет назад, второй – полгода. Теперь их снова будут судить по статье кража. Елена Иговцева, Телевизионная служба новостей. Полуголый интернет-флешмоб педагоги всей страны и просто сочувствующие запустили во всемирной паутине акцию. Она направлена на поддержку учителя из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. На нее, напомним, обрушился шквал критики после того, как она разместила в социальных сетях фотографию в спортивном купальнике. Дело даже дошло до увольнения с работы. Принять участие в организованном флешмобе решил и пермский педагог Вячеслав Посох. Этот коротенький видеоролик на своей страничке в Инстаграм разместил пермский учитель Вячеслав Посох. Таким образом, он решил выразить свою поддержку коллеге. Педагог из Барнаула Татьяна Кувшинникова пострадала из-за фотографии. В интернете она разместила снимок, на котором стоит в закрытом купальнике. Фотографию сделали на соревнованиях по зимнему плаванию. Учитель русского языка и литературы давно им занимается в свободное время. Не все, кто увидел фотографию с учителем в купальнике, по достоинству ее оценили. В родительской среде поднялась волна негодования. В итоге Татьяна Кувшинникова решила завершить педагогическую деятельность. Теперь в интернете набирает обороты флешмоб в ее поддержку. Педагоги не только размещают свои фотографии. С подписью учителя тоже люди. Один из тех, кто подключился к акции, это пермский преподаватель Вячеслав Посох. Ранее он, напомним, также становился объектом пристального внимания для пользователей соцсетей. За слишком откровенный, по мнению некоторых, аккаунт в Инстаграме. Пора присоединиться к движению. Очередная история травли преподавателя из-за существования в социальных сетях и обычном соответствии нормам современного человека. Рад, что Министерство просвещения поддерживает право учителей на свободу ведения социальных сетей и самовыражения. За пределами школы у нас есть друзья, интересы и желание делиться своей жизнью со своими друзьями из разных концов земли. История Татьяны Ковшинниковой вызвала большой резонанс. Ее комментируют даже на федеральном уровне. Флешмоб поддержала заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы Елена Дропека. А министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что нельзя осуждать учителей за присутствие в социальных сетях. Есть такое понятие, которое должно оставаться для всех – личной, приватной жизни. Оно должно оставаться, потому что человек должен иметь то самое пространство и внутреннее окружение, которое и называется личной жизнью. В общем, как-то порой убывает, закрутили гайки не там, где следует. В результате то, с чем боролись, приобрело гораздо большие масштабы. В акции приняли участие несколько тысяч преподавателей. Они огорели свои тела и выложили снимки в соцсети, в которых часами сидят школьники. Олег Романов, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей. Всемирно известные артисты балета на пермской сцене. В оперном театре репетирует новый балет Шахерезада. Главные партии в нем исполнят Диана Вишнева и Марсела Гомес. Звезды согласились дать интервью журналистам и рассказать о том, насколько интересно им работать в Перми. Рассказывает Юлия Зыкова. Прима – балерина Мариинского театра. Всемирно известная артистка Диана Вишнева. Ее приезд в Пермь – это уже событие. Меньше года назад у Дианы родился сын, но она быстро вернулась к работе. И сейчас вместе со своим давним партнером Марсела Гомесом репетирует балет Шахерезада, сюжет которого основан на подлинных событиях 20 века. Мне это стало так интересно, что ты не какой-то просто персонаж, а живая личность. И достаточно для меня это большая редкость. И это очень увлекательное путешествие. И я очень возбуждена и жду этой премьеры. Автор постановки, главный балетмейстер пермского оперного Алексей Мирошниченко, решил воплотить на сцене историю жизни императрицы Ирана Фарах Пехлеви. В 60-е и 70-е годы прошлого века ее сравнивали с Жаклин Кеннеди. Она стала на Востоке образцом стиля, а также много сделала для развития культуры, медицины и социального обеспечения в своей стране. Пережила эта женщина и немало трагических событий. Изгнание из Ирана, смерть мужа, потерю двоих из четырех своих детей. Сейчас Фарах Пехлеви за 80. Она ведет активную жизнь, воспитывает внуков. Мы находимся в переписке. Я ей написал, она не сразу, но очень благосклонно ответила. Для Шахерезады лучше биографии героини невозможно даже себе представить. Это тоже удивительная женщина, удивительная судьба. Это потрясающе красиво все, что с ней связано. Сценические образы иранского Шаха и его верной супруги предстоит воплотить Марселла Гомесу и Диане Вишневой, а следом за ними и пермским артистам. Ведь спектакль войдет в постоянный репертуар, и его готовят несколько составов исполнителей. В документальном балете покажут события, которые в свое время запечатлела кинохроника. Например, в 1971 году императорская чета устроила беспрецедентное по масштабам празднование 2500 лет персидской монархии. Тогда гости со всего мира наблюдали костюмированное шествие древних воинов. Этот сюжет отразят и в пермской Шахерезаде. Я хотела бы соответствовать именно историческим событиям и истории этой четы. Я совершенно поражена и потрясена, как Алексею удалось, потому что история очень масштабная. История о Персидской империи, о падении, о свержении, о изгнании. Масштабное содержание уложили в 40-минутное действие. Премьера уже 3 апреля. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Веселье у пернатых, но не по случаю Дня дурака. 1 апреля в мире ежегодно празднует Международный день птиц. Этому событию Пермский зоопарк посвятил интерактивные экскурсии. На мероприятии посетители зверинцы узнали о истории праздника, его традициях и как правильно ухаживать за пернатыми. Дмитрий Гаврилов продолжит тему. 1 апреля для орнитологов всего мира большой праздник. В этот день отмечают Международный день птиц. Главная цель сохранить численность и видовое разнообразие пернатых. А традиция празднования появилась еще в 1894 году. Благодаря инициативе одного из американских учителей. Затем к этой затее стали подключаться другие страны, в том числе Россия. Пермский край в этом году в стороне не остался. Мы провели экскурсию, посвященную именно этому дню, точнее нашим птицам. Познакомили посетителей с тем, как устроена птица, что она ест именно в нашем зоопарке, как она размножается, с какими-то подробностями, которые просто так посетив зоопарк, можно и не увидеть. В Пермском зоосаде, кстати, 77 видов птиц, 476 особей. Многие из пернатых экзотические. И в наших условиях содержать их довольно непросто. Пример птицы-турака. Прикамский зоопарк один из немногих, где они начали размножаться. На днях на свет появился еще один птенец-турака. Отметим, что на земле более 100 тысяч различных видов птиц. При этом десятая часть из них находится под угрозой вымирания. Одна из важнейших задач, которые стоят перед зоопарками, как раз сохранение видов, которые могут исчезнуть. Уникальным являются, например, калау. То есть это первые птицы индийского носорога, которые мы содержим. Для нас они, конечно, новые. Содержим мы их около шести лет. Три года назад к нам приехал к нашим самкам самец. Нашему самцу предоставлены на выбор две самочки. Из кого он выберет. Потом мы им повесили домик, чтобы они уже тренировались. В праздничный день все пернатые питомцы получили вкусные угощения. К примеру, для попугаев приготовили свежие фрукты, ягоды, орешки и крупы. А вот меню хищных птиц дополнили мясом, рыбой и даже креветками. Одним из уникальных видов птиц пермского зоопарка является белоплечий орлан. Коллекцию нашего зоосада самец и самка пополнили совсем недавно, в прошлом году. К слову, животные эндемики Дальнего Востока занесены в Красную книгу. И их популяция, к сожалению, сокращается. К Международному дню птиц подключились и пермские лесники. В городских лесах они установили несколько десятков гнездовий и кормушек для птиц. Сейчас самое время. Ведь начало апреля активный период миграции пернатых. Зимове возвращается около 80 видов птиц. Дмитрий Гаврилов, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Продолжение следует...